Знакомлю вас с моими очередными покупками. Посмотрите, какая красота, какие красивые листочки у этого растения. Возможно, вы и знаете, что это за растение, но я представляю вам гейхеру. Разнообразие листьев. Посмотрите, какие красивые. Я не устояла. И в очередной раз, когда проезжали мимо магазина с растениями, попросила супруга остановить машину и с замиранием сердца вошла. С надеждой, что я больше ничего не куплю, потому что у меня и так достаточно этой красоты. Но цветоводы-любители меня поймут. Это тоже гейхера. И посмотрите, листочки у нее другие. Видите, какая красавица? Вот это гейхера. Но это еще не все. Похоже, но не совсем то. Есть, конечно, еще листочки пострадавшие и от летней жары. Но это все уберется во время пересадки. Но видите, есть и молоденькие. Вот здесь было соцветие. Цветет не особо привлекательно. Выкидывает стрелочку и мелкие цветочки. Но очень мне понравилась гейхера разнообразием листвы. И как только будет хороший день для пересадки, я, конечно, ее пересажу. И вот это. Посмотрите, какие сочные листья. Как можно не влюбиться в такое растение? Красавица! Так и хочется его целовать. Посмотрите, какое нежное. И, конечно, я его посажу там, где ему будет хорошо. Он любит полутень. Удалю все вот эти поврежденные листья. И будет красоваться это растение в полутени в моем саду. Мне надо найти место вот этим красавицам. У меня их четыре. Называются эти растения гейхера. Сажать их надо где-то 50 сантиметров друг от друга. И, конечно, если уже практически все засажено, то тяжело им найти место. Почему тяжело найти место? Они любят полутень. А здесь у меня как раз с утра солнечно. Это восточная сторона. А после полутня уже солнца здесь нет. Ну и вот я приступаю. На дно ямы. Глубина ямы у меня сантиметров 15. На дно ямы я выложила коровяк. Я собрала его на поле. Вы видите, что я его хорошенечко измельчила. Смешала с землей. И сейчас немного надо освободить место для посадки. А потом я этой землей его укрою. Теперь выбрать, какое же все-таки сюда посадить растение. Это, наверное, нет. Я посажу вот эту гейхеру. Она более компактная. И для того, чтобы ее посадить, смотрите, я просто делаю перевалку. Сказать, что у нее шикарные корни, я не могу. Я их не вижу. Но вот я так сажаю целиком комом. Так, это глубоко для нее. Опять глубоко. Замечательно. Я сделала хорошую яму. Тогда сейчас я еще добавлю. Так. И добавлю золу древесную. Но после добавления древесной золы, мне, конечно, надо опять хорошенечко взрыхлить. И перемешать. Так. И опять примерить надо. Ну, если сравнивать с этим местом, вот так. Там у меня немножко возвышение идет. Здесь у меня весенние цветы гейхера. Чуть позже начнет свою жизнедеятельность. Листья гейхеры не обрываются. Ее единственное, что надо будет прикрыть. Ну, вот здесь у меня мои весенние цветы. Я обсажу. И, конечно, надо хорошо-хорошо полить. Вот тут еще. А теперь добавлю немножко земли со всех сторон. Уплотню и сейчас полью. Вот так. Сегодня хороший день для посадки. Полить надо хорошо. Здесь вверху у меня древовидный пион. Ну, я думаю, они не будут конфликтовать. Полить надо очень хорошо. Хотя земля там не очень сухая. У нас недавно прошел дождь. И сейчас еще раз надо уплотнить. Сейчас ее немножко сверху пролью. Вот так, чтобы тебе здесь хорошо было. Очень красивые листья. Видите, с одной стороны зеленые, сизые, с другой бордовые. Ну, вот пусть радуется, что я и нашла такое место. На новом месте, в нашем саду. Еще две гейхеры. Вот эту. И вот такую пурпурную. Очень красивое растение. И сейчас я это буду делать. И прежде хочу вам показать, как готовится яма. На дно необходимо выложить коровяк, другое удобрение. И вот хорошенечко его разбить. Так. Добавлю немного земли. И беру гейхеру. Вот эта красавица. Смотрю корневую систему. Ну, опять ничего. Я люблю, когда там много корней. Вот так. И сейчас я ее хорошенечко обсыплю землей и добавлю золы. Вот она, зола. И земля. Вот так. Этот листик я уберу. Он невзрачный. И вот этот уберу. И вот этот мне не нравится. Вот. Вот этот тоже. Видите, сколько плохих листей. Поэтому я их убрала. Осталось только полить мою красавицу. Растений уже вокруг, конечно, много. Вот этот бересклет ползучий будет ее оттенять. Все. Поливаю. Поливаю и вторую гейхеру. Вот так от земли надо очистить. Сейчас приведу в порядок этот участок. И так облагорожу, покажу. Вот и приобрела гейхера свое новое место в нашем саду. Думаю, это место ей понравится. На новом месте в нашем саду. Занимайтесь дизайном вашего участка. Фантазируйте. Что-то новое вносите. И вам всегда будет приятно находиться в вашем саду. С вами была Екатерина Снепкова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова